Коллеги, добрый день. Меня зовут Дремова Галина, менеджер корпоративного акселератора Generation S. Сегодня у нас заключительный GenStox в рамках корпоративного акселератора RGD, который мы проводим с компанией уже второй год подряд. Сегодня с нами присутствуют спикеры как компании RGD, так и спикеры компании-партнеров, которые являются партнерами акселератора, и про них мы чуть позже расскажем. Они расскажут, как стартапы, которые хотят принять участие, смогут подавать заявки, как будет строиться работа с партнерами, как будут строиться именно выстраиваться пилоты. И о всех возможностях участия мы сегодня расскажем на нашем вебинаре, это основная его цель. Давайте я тогда представлю, кто с нами сегодня. С нами сегодня Хлыбова Настасия, эксперт корпоративного акселератора Generation S. Николай Гвоздев, директор по развитию бизнеса RGD-логистика. Межуев Дмитрий, начальник отдела центральной дирекции закупок. И с нами пока только одна коллега из компании «Фреско» Елена Рук, главный специалист по направлению железнодорожных перевозок, дирекции по международному сотрудничеству и взаимодействию с органами государственной власти компании «Фреско». Коллеги, добрый день. Рада приветствовать вас сегодня. Для наших слушателей несколько правил. У нас есть специальная вкладка «Вопросы и ответы». Вы все вопросы можете задавать по ходу нашей экспертной сессии, мы постараемся на них ответить. Вы можете что-то писать в чат, но велика вероятность, что все-таки во вкладке мы их увидим быстрее. Давайте тогда начнем непосредственно с основных моментов акселератора. Настасья, расскажите, пожалуйста, какие основные направления поиска в этом году у акселератора РЖД, какие условия участия и какие результаты вы планируете достичь по итогам? Здравствуйте еще раз. Пускаю демонстрацию. Все видно? Я рада приветствовать всех на нашем третьем вебинаре в рамках программы «Логистика». Коротко расскажу об акселераторе, об истории акселератора и о программе этого года. Акселератор является структурным подразделением самого крупного в России и научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Он располагает единственным испытательным полигоном на пространстве 15-20 и расширяет свои компетенции на все направления деятельности РЖД. У нас есть уникальная возможность проводить экспертизу сотрудниками нашего института, которые обладают знаниями, накопленными столетней историей, потому что институту в этом году 103 года. Что касается предыдущих программ, у нас их было две. Первая программа 2019 года имела очень широкий технологический фокус. Туда входили такие направления, как инфраструктура, подвижной состав, энергетика, зеленые технологии, HR, IT. В общем, фокус был очень широк, мы не ограничивали никаких входных барьеров. В 2020 году мы сузили до подвижного состава и продолжаем ту же тенденцию. Соответственно, в 2021 у нас логистика. Что касается цифр, то за два года было собрано более 1300 заявок. Из них почти половина прошли экспертизу, получили обратную связь от наших экспертов. И в процессе всего отбора победителями стали 14 проектов. Из них 7 в 2019, 7 в 2020. Вторая программа у нас прошла вся в онлайне, но это никак не повлияло на качество. Мы эту программу тоже проводим наполовину в онлайне. Надеюсь, что на демо-день мы сможем выйти в оффлайн. Но это уже как нам повезет или нет. В этом году логистика. Основные четыре направления. Складская, транспортная, информационная логистика и сервисная. Вообще в нашем фокусе очень много направлений, их порядка 70, и со всеми можно ознакомиться на официальном сайте оксериатор.ржд.ру. В этом году мы также продолжаем нашу работу с партнерами. Это дает возможность проектам не только получить заказчика как РЖД, так и крупные компании транспортно-логистической отрасли. И поддержку фондов. У нас представлено в этом году, точнее выбрано, шесть функциональных заказчиков от РЖД. Это центр фирменного транспортного обслуживания, центральная дирекция управления движением, центральная дирекция закупок и снабжения, центральная дирекция по управлению терминально-складким комплексом, федеральная грузовая компания и РЖД-логистика. С этими функциональными заказчиками нашим проектам предстоит работать в этом году. Попадая в акселератор, проекты получают обратную связь от экспертов в отрасли, как бизнес-экспертов, так и научно-технологических экспертов. Также это возможность проверить свое решение, пройти испытания, пилотирование и получить заказчика в лице РЖД, если по итогам всех этапов, все этапы пройдут успешно. Но есть входные барьеры, это соответствие технологическому фокусу, разработан MVP, минимальный шлистнеспособный продукт, и наличие юридического лица или готовность его создать. Вот основные три критерия, которые являются входным барьером. О структуре программы. Мы стартовали 15 июля, и программа продлится до конца декабря. Сейчас мы на этапе сбора заявок, мы формируем технологическую воронку. После, одновременно с формированием воронки, осуществляется процесс премодерации проектов. Это этап, на котором определяется соответствие входным критериям проекта. Мы даем обратную связь по тому, как доработать заявку, как описать решение, чтобы оно подошло в РЖД. И обращаю внимание, что при заполнении заявки важно попытаться подстроить ваше решение под РЖД. Не просто описать технологию, а именно рассмотреть с точки зрения, как можно это использовать. Далее начинается процесс экспертизы. Это бизнес-экспертиза, научно-технологическая экспертиза. По итогам выбираются проекты, которые попадают на очный отбор. Это возможность представить уже свое решение очно, жюри. Очно я имею в виду, это как возможно в Zoom, так и если мероприятие будет в офлайне. Жюри отсматривает проекты. Жюри состоит из функциональных заказчиков с отрены РЖД, так и партнеров. Далее выбираются проекты, которые попадают в основную часть официационной программы. Здесь каждый проект получает своего функционального заказчика. Это может быть даже несколько функциональных заказчиков. Определяются конкретные задачи, которые необходимо решить в процессе этой работы в течение двух месяцев. И по итогам этой работы проекты выходят на демо-день, представляют свои успехи, которые удалось достичь за два месяца, и выбираются победители, с которыми подписываются дорожные карты на шесть месяцев на пилотирование проекта. Вот так структурирована программа. Получается, что она занимает почти полгода. Это активная, трудоемкая, но интересная работа. Поэтому приглашаю всех к участию. Здесь вы видите ссылку на официальный сайт. До встречи в программе. Спасибо. Настасья, спасибо большое. Да, коллеги, вы можете отсканировать QR-код. Мы его еще в конце можем потом показать разок. На самом деле в поиске, если вы бьете акселератор СЖД, он вскакивает почти самый первый. Вы можете зайти туда, ознакомиться со всей информацией, направлением, условиями участия, компании и партнеры, посмотреть последние новости. Видео с наших вебинаров также будут там. На случай, если вас заинтересовала презентация спикеров, вы можете еще раз прокрутить, посмотреть. Это все будет доступно. Настасья, еще вопрос вам такой. Если у компании два проекта, они могут подать в акселераторы два релевантных? Подать сразу два проекта или нужно только один подавать? Можно подать два проекта. По количеству проектов нет ограничений. Важно разделить эти проекты по разным заявкам, чтобы экспертизу было удобнее проходить и чтобы каждый отдельный проект – это как отдельная история. Поэтому никаких ограничений по этому вопросу нет. Хорошо. Вот у нас коллеги из Минска. Скажите, пожалуйста, вы рассматриваете вообще, вот как пример, проекты из России или страны СНГ? И вообще какие-то зарубежные проекты тоже могут подавать заявки на участие в акселераторе в этом году? Зарубежные проекты могут подавать, в том числе и страны СНГ. Мы ждем всех, готовы рассматривать и работать со всеми проектами, которые желают работать с нами. Отлично. Настасья, спасибо большое. Коллеги, напоминаю, что вы можете, наши дорогие слушатели, задавать вопросы, вкладки «Вопросы и ответы», и мы будем отвечать на все-все-все. Так, ну, теперь, двигаясь немножечко уже к конкретике, в этом году направление логистика наверняка выбрано не случайно. Николай, расскажите, пожалуйста, с чем это связано и как инновационные решения могут вписаться в технологический фокус РЖД-логистика? Добрый день, Галина. Спасибо, Галина. Сейчас я тогда демонстрацию экрана включу. Смотрите, коллеги, наша компания 10 лет работала по модели без активов, то есть мы были экспедиторской компанией, которая, грубо говоря, покупала и перепродавала услуги сторонних подрядчиков. Сейчас мы постепенно компанию трансформируем в компанию с активами. У нас утверждена соответствующая стратегия. В августе она будет окончательно утверждена Советом директоров. И дальнейшее развитие компании будет связано с формированием некой продуктовой линейки для различных групп клиентов. Мы будем работать с малым-средним бизнесом по сборным грузам, мы будем работать по негабаритным перевозкам, мы будем работать по контейнерным перевозкам. И у нас будет выделяться сегмент, связанный конкретно с агрологистикой. Вот для того, чтобы все это работало, и активы, которые будут нами приобретаться, специализированные в каждом случае активы, чтобы все это работало и давало синергетический эффект, и, естественно, мы понимаем, что нужны технологии, IT-технологии, нужна интеграция максимальная с исполнителями, с клиентами и так далее. У нас будет к концу года создан новый корпоративный сайт с личным кабинетом, который постепенно будет становиться новым каналом продажа. В принципе, наша компания располагает собственным IT-подразделением, достаточно серьезным. Мы в состоянии готовить, изготавливать IT-продукты, в том числе для промышленных предприятий, которые обладают своими же дорожными цехами. Я сейчас продемонстрирую наш продукт, который называется RSDL-навигатор. То есть объясню, о чем идет речь. Обычно, когда предприятие получает СИО или отгружает готовую продукцию, происходит некая, скажем так, путаница и с остановкой вагонов, и с работой станции, ППЖТ, на стыках и так далее. То есть люди пользуются флипчартами, какими-то тетрадками, где отмечают, какой вагон где у них стоит, друженый, порожний, примонт и так далее. Мы разработали вот такое приложение, которое работает на основе видеораспознавания номеров вагонов. То есть станция оборудуется системой видеонаблюдения. Уже на входе все, скажем так, вагоны оцифровываются, дальше формируется задание на расстановку, и исходя из свободных фронтов и так далее. Происходит расцепка поезда и так далее. И в обратном порядке так же все можно делать. Значит, ну, там много различных опций, можно формировать, кастомизировать под любую, в принципе, станцию клиентскую и так далее. Наши клиенты, которые у нас есть, также пользуются этой программой. И мы ее, в принципе, тиражируем и на внешний рынок просто реализуем как нашу IT-собственность и так далее. Это то, что касается нашего текущего состояния. Ну, в принципе, я вот для себя зашел на ваш сайт, я выделил то, что нам наиболее близко для реализации тех целей, которые я обозначил в начале в рамках стратегии. Вот я здесь их свел на один слайд. То есть если мы говорим о том, что мы работаем со сборкой, если мы работаем с физическими лицами, и возим грузы от 20 килограмм до полного транспортного средства, то, безусловно, это все потребует у нас серьезных инвестиций в создании соответствующего IT-продукта. Данный продукт будет базироваться на собственной сети терминалов. Данный продукт будет усматривать наличие специального контейнерного оборудования, контейнера с боковой загрузкой с возможностью планирования объема этого контейнера будет состоять из ячеек. То есть это, скажем так, это новый тип совершенно контейнерного оборудования, заточенный специально под перевозки сборных грузов. И все эти терминалы будут объединены в единую сеть, единой ВМС-системой. Естественно, будет организовано слежение и так далее. В общем, клиент в любой момент будет понимать, где его груз. Мы сможем бронировать какую-то емкость в данном контейнере. Мы будем делать это, по возможности, максимально онлайн. Но это будет зависеть от того, насколько мы растем активами собственными, чтобы мы могли это реально оцикровать. Далее возникает у нас задача, опять же, данного сервиса – это организация первой и последней мили. Здесь нам потребуется интеграция с автоперевозчиками. Естественно, также мы будем привлекать и платформы-автоконсолидаторы, которые уже в большом количестве существуют, в различных регионах действуют. Наша задача – покрыть максимально географию Российской Федерации. Про снижение временного нахождения подвижного состава – это задача такая больше межстрановая. Она больше всего касается российско-китайских перевозок. Потому что в Китае существует закрытая система, с которой мы пока можем работать по мониторингу подхода поездов. Если мы говорим о дальнейшей цифровизации нашего бизнеса, то у нас возникает потребность в неком цифровом перевозочном документе, как аналог коносамента морского, который мог бы… В принципе, эти разговоры давно ведутся и в правительстве, и в сообществе логистическом. Мы, в принципе, понимаем, что за этим будущее, и надо к этому стремиться. РЖД проходит сейчас, кстати говоря. Пошел уже успешный эксперимент по реализации смарт-контракта. Это была октябрьская дорога. Они умудрились это сделать, несмотря ни на что. Перевезли и контейнер на экспорт, и полностью весь экспорт на контракт, экспорт на перевозку была на данной технологии сделана. Сейчас задача стоит тиражировать это. Также мы собираемся это использовать и в своем. Ну, кратко все. Я готов, если вы вопросы, какие-то ответить. Пока вопросов у нас нет. Я думаю, что они у нас появятся чуть позже. Спасибо вам большое, Николай, за презентацию. Двигаемся дальше. Одно из поднаправлений поиска – это складская логистика. Для любой компании, которая занимается логистическими перевозками, крайне важно организовать логистику склада с минимальными затратами и максимальной эффективностью. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, какие решения фокусы именно в этом направлении и на что вы будете обращать внимание при оценке проектов? Добрый день. Сейчас я запущу демонстрацию экрана. Секундочку. Добрый день, уважаемые участники программы «Октиратор ЖД». Хотелось бы поблагодарить организаторов за возможность принять участие в данной программе. Итак, ключевыми направлениями, по которым идет поиск эмоциональных решений, а также оптимизация транспортной и складской логистики в Центральной Дирекции Куба снабжения является. Это разработка инструментов для моделирования и оптимизации транспортно-логических сетей, создание цифровых двойников, которые бы позволили оптимизировать поставки горячей смаживания материалов и оптимизировать запасы и схемы снабжения материально-технических ресурсов. А также разработка инструментов для расчета транспортно-запоставительных расходов, иными словами, калькуляторов при доставке товаров не ждет транспорта. Давайте перейдем к первому вопросу. Это цифровые двойники. В настоящее время снабжение подразделений ООО РЖД товарами на этапе логистики производится следующими видами доставки. Это доставка от поставщика до склада заказчика, то есть получается от двери до двери, дирекции для последующей переработки и распыления. При этом применяются следующие способы перевозки. Перевозка силами поставщика и перевозка силами стороннего логических оператора, с которыми у нас заключен договор. Указанные схемы снабжения не предусматривают возможность выбора оптимального маршрута и способа доставки. Для определения партийности отгрузки, а также не позволяют осуществить контроль за соблюдением сроков доставки, что может привести к риску несовременного обеспечения заказчиков товарами и удорожанию стоимости продукции по причине высокой стоимости оперативных расходов. Если подвести небольшой итог, то получается, что при действующей схеме зачастую проводить оптимизацию можно только для узких мест и локально. Оптимизация всей сети разом до затраты и может привести к серьезным срывам поставки. Для снижения транспортной затраты мы, как дирекция, пришли к пониманию, что необходим инструмент, который позволит проводить виртуальные эксперименты на действующей сети, используя так называемое инвентационное моделирование, используемое или иными словами использование цифровых двойников в действующей сети. Как мы вообще это видим? По сути, в модели загружаются оперативные данные о состоянии логистической сети, после чего создается цифровой двойник цепи и поставок. И уже работая с двойником сети, возможно имитируется различные сценарии оптимизации, результаты моделирования которых можно использовать для диагностики действующей сети и прогнозирование, по сути дела прогнозирование оптимизации, то, что можно будет сделать. При этом выводы будут основаны не только на статистическом обобщении исторических данных, а также на анализе взаимодействия между компонентами цепи поставок. По сути, нам, как дирекции, нужно программное обеспечение для инвентационного моделирования, которое позволит повысить эффективность работы логистического блока, а также проводить оптимизацию действующей логистической сети. По сути, предполагаемые области применения, по которому мы ожидаем, это проектирование цепей поставок, создание цифровых двойников сети, оптимизация перевозок и запасов, управление рисками при доставке, а также анализ финансовых и логистических потоков. Основное ожидание от применения подобного инструмента сводится к тому, что будут разработаны оптимальные маршруты доставки, оптимизированный выбор и использование транспорта, как автодоставка, так и ЖД, а также работа на шсаду и минимизированные расходы на перевозке. И давайте теперь перейдем ко второй части, которая наиболее болезненна. Это расчет транспортных расходов. На данный момент согласование и расчет транспортных расходов, а также проверка на соответствие рыночных ставок предполагаемых перевозок производится в режиме, с использованием информации запытных источников, занимает полосальный объем времени. По сути, для более эффективного проведения процесса согласования таких расходов нам необходим инструмент, который позволит в автоматическом режиме производить сбор необходимых данных, выполнять анализ рынка и производить расчеты средневыночной стоимости, а также сопоставлять результат с уже имеющими историческими данными. По сути, функционал инструмента должен позволять рассчитывать себе стоимость перевозок, что в свою очередь поможет выделить стоимость наценки оператора и оценить вообще целесообразность привлечения сторонней организации. По сути, на этом этапе можно будет понять какие-то маршруты, которым можно будет перейти на закупку собственного автотранспорта и использовать уже собственного автотранспорта. При этом инструмент должен формировать базу исторических расчетов, с которыми в том числе будет производиться сопоставление будущих перевозок. Тут важно отметить, что для формирования актуальных расчетов данный инструмент должен черпать необходимые информации из уже имеющихся открытых источников, такие как, допустим, транспортные компании, статические данные о биржевых индексах, цен на топливо, флот и прочее, сервисы по строению маршрутов и всевозможные другие открытые источники, которые помогут корректно сформировать стоимость перевозки. Вообще, в идеале, данный инструмент должен минимизировать расчетовый труд при определении рынка ставки на перевозку товара. То есть на выходе, на входе в данный либо инструмент, либо поступает запрос на перевозку товара, это один или несколько маршрутов, по какой-то стандартизированной форме, а на выходе к каждому маршруту расчистывается среднерыночная стоимость и предоставляется рекомендация по целесообразности перевозок. Также данный инструмент на основании уже определенных исторических расчетов должен послужить базой или основой для проведения анализа эффективности при увеличении сторонних компаний. Ну то есть, опять же, я повторяю, что по итогам анализа выявлены маршруты, под которыми целесообразно перейти от привлечения сторонних организаций по перевозке собственным автопарком. По сути, это две глобальных вектора, по которым мы хотели бы поработать в данной программе. Спасибо. Дмитрий, спасибо вам большое. Такой небольшой вопрос. Вот, допустим, вы смотрите на стартапы. И вот что должно произойти, какими качествами должен обладатель, какое это решение, чтобы вы поняли, да, это прям то, что нам нужно. Вот какие характеристики у этого стартапа, у этого решения должны быть? Ну, чтобы получать эти стартапы были максимально приближены к нашим задачам. По сути, наша цель, то, что мы видим, это разработка несвоеобразного ПО. То есть у компании достаточно опыт. И, ну, получается, как бы… Сейчас я попробую объяснить. Ну, вот прям такое решение, такое, что прям вау, это то, что мы искали. Главное, чтобы это было не коробочное решение, потому что есть некоторые аналоги, которые частично подходят под наши требования, но они все либо очень узко специализированы в какие-то отдельные области, где, допустим, доставок, либо очень трудоемки для внедрения. То есть, по сути, нам нужно было, чтобы это был какой-то инновационный продукт, которого на данный момент на рынке нет. Я вас поняла. Хорошо, спасибо вам большое, Дмитрий. Так, дальше двигаемся непосредственно к нашим партнерам. Компания Fesco – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Наверняка инновации в компании занимают не последнее место, учитывая сферу деятельности и широту возможностей внедрения решений. Сегодня с нами на экспертной сессии Елена. Да, здравствуйте. Елена, здравствуйте. Слушайте, я не знаю. Да, вас, к сожалению, не видно. Может быть, давайте попробуем включить видео? Давайте попробуем. Вы знаете, почему-то со звуком все получается, а с видео вообще пишут, что идет запрет от организатора, хотя сейчас мы пробуем еще раз. Давайте сделаем так. Вот сейчас видно, прекрасно. Здорово. Так, давайте наш основной эксперт Попов Антон, который, собственно, является начальником управления по развитию IT-сервисов портового дивизиона, сейчас испытывает технические неполадки, к сожалению, но я очень надеюсь, что в процессе презентации он подключится и, в общем, возьмет презентацию в свои руки, поэтому давайте начнем пока так. Сейчас, минуточку. Подскажите, у вас презентация наша присутствует, да? Насколько мне? Да, презентация есть. Хотите, чтобы я ее вывела? Сейчас посмотрим. Есть у вас выход, нет? Да, я могу ее вывести. А, вот, да, выход есть, мы видим вашу презентацию. Видите, так, к сожалению, мне она недоступна. Сейчас, минуточку. Прошу прощения еще раз за такие задержки технические. Очень страшно. Попробуем исправить ситуацию. Сейчас, мгновение. В общем, транспортная группа «Фиаско» является, да, одной из крупной транспортно-логистической компаний, и у нас уже есть ряд инноваций, которые нами внедрены, в том числе на следующем слайде, там видно, что у нас… Так, прошу прощения. Почему же у нас не отображается? Я вот почему-то не вижу свою презентацию на вашем экране. Слушайте, да, все видно. Подскажите, а про прокрутку слайдов у вас как… Да, мы сейчас в проекте цифровизации бизнеса. А, хорошо. Идем дальше. В общем, на сегодняшний день мы развиваемся, и у нас есть много сделанного в части создания личных кабинетов с нашими партнерами, в части цифровизации бизнеса. Да, вот у нас был создан личный кабинет, и он продолжает развиваться. Это дает возможность нашим клиентам, нашим партнерам упростить документы обороты, мгновенно получать обратную реакцию в режиме 24 на 7. То есть на расстоянии всей страны, со странами АТР, с Европой. Вот вы видите на слайде, что у нас отслеживаются все контейнерные перевозки, у нас отслеживаются наши интермодальные перевозки. У нас есть совместные проекты. Недавно с кооперацией с РЖД у нас стартовал проект «Идртран», который подразумевает полностью безбумажное оформление интермодальных перевозок. Партия груза стартовала из Владивостока и была доставлена в Белоруссию. В рамках этого проекта мы внедрили мобильные рабочие места для приема датчиков. Ну, в кооперации с РЖД, то есть сокращение приемки вагонов произошло очень серьезное. С 5 дней до 21 часа у нас была выстроена экосистема с федеральной таможенной службой. И у нас, как вы видите, опять же на слайде есть… Ой, прошу прощения, Антон подключается, да? Антон тоже у нас подключился. Давайте я выключу звук и Антон продолжил. Да, Антону мы также дали про вас, организатор, чтобы Антон включил видео и мог показать презентацию. Да, секунду. Сейчас, секунду. Меня слышно, нет? Да, вас прекрасно слышно. Антон, здравствуйте. Да, здравствуйте. Так, я думаю, что, наверное, мы можем, да, продолжить? Елена. Да, Антон, я прошу вас начать сначала, потому что у меня была техническая неполадка в части вывода презентации на экран, поэтому прошу вас поставить, пожалуйста, распределую группу снова, а я после вас продолжу. Благодарю вас. Да, хорошо. Так, а можно презентацию? Как понимаю, сейчас она идет сначала и открыть. Коллеги, мне вывести презентацию, Елена, или вы будете сделать слайд-презентация? Сейчас, секунду. Так, коллеги, давайте я сделаю демонстрацию экрана. Коллеги, видно? Да, видно. Отлично. Так. Так, коллеги. Антон, говорите, на какой слайд мы будем переходить. Хорошо, давайте, следующий слайд. Основная концепция, получается, развитие своих сервисов в группе компании Fesco, это у нас онлайн-сервисы, да, с учетом перехода на стандарты рынка интермодальных перевозок, представлять клиентам услуги полностью в формате. Поэтому мы решаем сейчас задачи, которые полностью оптимизируют представление сервисов клиента, полностью модифицируют и делают удобство, и полностью упрощают работу нашим клиентам. Вот. Можно следующий слайд, да? Сам кабинет, ну, у нас есть веб-приложение MyFesco, личный кабинет, который запущен в 2016 году. В этом личном кабинете клиенты могут заказывать и заполнять заявки, соответственно, выполнять, где просчитывают сервисы стоимость, могут заключать договора, отслеживать груз, соответственно, полностью получать документы, счет фактуры, ну, и, соответственно, вести процесс своей перевозки. В 2019 году у нас было 1581 клиент, соответственно, в 2020 году уже личным кабинетом пользуются у нас порядка 2000 клиентов. И на текущий момент у нас уже используются 245 тысяч ТЭОСов, которые опубликованы заявки в личном кабинете MyFesco. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Ну, да, я здесь уже сказал, что помимо всех сервисов, которые получает клиент, в личном кабинете также еще мы оформляем таможенный транзит, сервис по счет фактурам, соответственно, и перевозке все участвуют, и мы можем связаться с клиентом-менеджером данного заказа, с клиентом. Соответственно, сервис очень удобный и упрощает процесс нашим клиентам по интермодалу и целым по перевозкам. Также есть чат-бот с клиентом в Телеграме, где можно также отслеживать груз и задавать вопросы менеджеру напрямую. Из цифровых проектов, к которым мы сейчас стремимся, это экосистемы, к которым мы сотрудничаем с нашими партнерами. Это РЖД, проект на Телеграм, который запущен и помогает сокращать, оптимизировать процессы. Например, сам процесс по уформлению целого поезда с пяти дней у нас в МТП, который уходит группа компании Fesco, сократился до 1 часа. И также интегрированы напрямую сервисы с ФТС. Сейчас декларацию мы получаем через ОСУ и у нас вставляет это в течение 1 часа. Также мы построим экосистемы с ФТС. Допустим, сейчас у нас таможня работает в системе в одной, и клиенту не нужно бегать на другие органы. И мы сократили время предоставления электронных документов, там строгнее до 4 часов. Раньше клиенты ждали 3 дня и дублировали эти документы бумажками. Исходя из экосистемы, мы также интегрируемся с различными партнерами. Это Сибур, предоставление заявок, и фирма Кодор. Также помогает нам оперативно планировать и исполнять заявки. В порту также запущено электронное планирование. В основном, для грузовых автомашин подключаем машины к GPS ГЛОНАССу, тем самым сокращаем время исполнения и отгрузки груза на автомашину. С учетом стерилизации, да, мы развиваем нейросети, распознавание номеров и контейнеров. Тем самым мы упрощаем и сокращаем прием вагонов и контейнеров на порту. Вот. Можно еще слайд. Развитие своих сервисов совместно с нашими партнерами и международными клиентами. Это у нас система Collins, это японская система, которая позволяет нам интегрировать операции с грузом, которые происходят в портах Японии. И, соответственно, мы также оптимизируем процессы с нашими клиентами. Тем самым клиенты, которые находятся на той стороне, оперативно получают всю информацию и могут следить груз, когда он придет, когда выбрузится в Японии и, допустим, в порту Владивосток. Текущие технологии, которые сейчас с RGD будут проводиться пилот, это смарт-контракты на основе блокчейн. Мы будем в одной системе осуществлять перевозочный процесс. Соответственно, мы видим, что операции по перевозке должны сократиться, и время исполнения и оформления документов тоже будет сокращаться. И сейчас совместный проект – это проработать маршрут от Владивостока и перевозку до Санкт-Петербурга. У нас также планируется цифровизация рушизаторных сервисов в ФЕСКО. Думаю, дальше Лена там расскажет уже. И в порту у нас сейчас разрабатывается технология PrivatLTI, это частная сеть, именно внедрение внутри порта своей мобильной сети, которая позволяет нам не взаимодействовать с общественной сетью и развивать свою сеть 5G. Нам самоскорять процессы и отличать периферийное оборудование, это IOB-датчики и в целом все оборудование, планшеты, экраны задействовать в своей сети. Чем отличается Wi-Fi? Ну, потому что Wi-Fi не может работать на скорости движения, но мобильная связь позволяет это делать, чем Wi-Fi. Мы также уделяем внимание нашим сотрудникам и развиваем цифровые сервисы наших сотрудников. У нас это личный кабинет клиента, где любой сотрудник группы может оформить все кадровые запросы, решить какие-то проблемы, запланировать отпуск, либо задать вопрос, получить расчетки, ну и, соответственно, полный сервис, который волнует нашего сотрудника. Можно дальше. Компания также уделяет очень серьезной кибербезопасности. У нас практически используются облачные системы. У нас сейчас инфраструктура разделена на два отсюда. Идет резервирование в Москве и в Адлиостоке. Настроены прямые каналы. Соответственно, нам позволяет, при зрении внештайной ситуации, при передаче данных, ну, время составляет у нас остановление не более пяти минут. Тем самым мы защищены от внешних и внутренних факторов по безопасности. Можно дальше. Ну, я думаю, что предложение здесь с целью дальнейшего развития сервиса ФЕСКО мы видим, что мы можем интегрировать систему отслеживания перевозок, применение электронных навигационных пломб, с темно-датчиками использования автомобильной системы или Россельхознадзора. Потом, также мы видим, что цифровизация процесса сборных грузов на термодальных перевозках тоже поможет нам сократить эти процессы и автоматизировать в целом, простить работу с клиентами и с партнерами всем уэтистической цепочки. И мы стремимся упростить систему взаимодействия клиента, перевозчика. Вот как раз создание экосистемы, когда клиент заходит в одно единое окно и получает все сервисы, минуя походы там в различные службы, дублирование документов. Наша главная цель цифровизации. Из основных решений, которые мы ждем от стартапа, я думаю, что что мы рассматриваем в первую очередь, это прогнозирование моделирования, которое сейчас мы активно развиваем на складе. Нам нужно понимать, как сократить перемещение для того, чтобы быстрее вывести груз и у нас увеличилась обораченность. Из основных решений, я сказал, это экосистема взаимодействия с различными государственными органами и с нашими партнерами. Антон, спасибо вам большое. Такой небольшой вопрос. Скажите, пожалуйста, какие-то есть уже успешные кейсы стартапов или инновационных решений, которые вы внедрили, которые прям существенно изменили какие-то процессы, улучшили их, оптимизировали, оцифровали, если можно так сказать? Да, стартап у нас был, это вот как раз распознавание номеров и вагонов, потому что на нас как раз пилотировали явный проект. Успешно за 2-3 года мы добились распознавания 98%. Соответственно, это помогает принять там поезда и уйти там от человеческого фактора и сократить время приема вагонов. Вот такой успешный, ну, на самом деле, стартап. У нас были, да, много, на самом деле, стартапов, и там дополненная реальность, там распознавание номеров при приеме тармонов, ну, соответственно, это пока только пилоты, и дальше есть технические ограничения по связи, вот он, о чем говорил, что нужно развивать частную сеть, я думаю, что эти стартапы могут дальше пойти в работу, и мы будем успешно их использовать. Спасибо большое. У нас тут поступил вопрос от слушателей. Ведете ли вы контроль температурных режимов при доставке термочувствительных грузов? Это как раз вот у нас решение для дальнейшего развития. Мы планируем это, ну, возможно, будем пилотировать, но в целом мы рассматриваем данное решение. То есть, если есть какой-то проект в данном направлении, то можно подавать заявку на участие в акселераторе, верно? Я думаю, да, что у нас есть перевозка режима груза, это реф-контейнеры, которые используются, соответственно, есть догостоящие грузы, нужно следить за температурным режимом, соответственно, это нужно все мониторить, и, соответственно, нашим клиентам и партнерам предоставлять данный сервис. Хорошо. А еще вопрос такой, создан ли в компании, вообще можно ли компанию Fesco назвать стартап-френдли? Да, насколько там процессы упрощенные работы с документацией, может быть, какие-то закупочные процедуры или что-то, фаст-трек какой-то сделан для стартапов? То есть, насколько инфраструктура внутри подготовлена для того, чтобы работа шла быстро и слаженно? Ну, на самом деле, мы рассматриваем все инновации, но выбираем те, которые эффективны с точки зрения управления и экономического эффекта. Соответственно, мы гибкие, можем подстроиться под любое решение, понимая, что это нужно бизнесу и нужно рынку. вот это. Да? Хорошо, спасибо большое, коллеги. Так, сейчас смотрим, если есть еще какие-то… Вот еще один вопрос, тоже Антон, Елена, к вам. Есть ли интерес компании FESC как стартапам в области пассажирских перевозок, информационной логистики в этой сфере? Мы пассажирами не занимаемся, поэтому интереса нет. Мы перевозим грузы, да. Хорошо, я думаю, что на вопрос мы ответили. Можно еще добавить, Галина, что предложение в части оформления сборных грузов на интермональных маршрутах нам тоже было бы очень интересно. Как в начале вопрос задавали про рефрижераторные грузы, тоже очень актуально, как мой коллега Антон дочеркнул в этих направлениях. Тут тоже есть такой вопрос, но не думаю, конечно, что он прям суперрелевантный, но тем не менее даже интересно. Интересен ли FESC проект быстро автоматизированной регистрации водителей и отслеживания машин людей на территории с соблюдением правил безопасности и труда? Думаю, что, наверное, поскольку перевозками занимаются. Смотрите, сейчас на территории терминалов, это уже отслеживается, потому что мы водителям выдаем планшеты, понимаем территорию, понимаем, какие задачи выполняют наемные и текущие наши машины, которые используют смысл. данный процесс уже проработан. Я поняла. Спасибо большое. Так, ну что, у нас больше нет вопросов. Еще раз хотелось бы сделать небольшое заключение. Самари, коллеги, спасибо большое, что вы приняли участие, рассказали. Я думаю, что у наших слушателей большинство вопросов сегодня отпало, потому что максимально постарались осветить все темы. Уважаемые слушатели, вы можете посмотреть все экспертные сессии на официальном сайте акселератора РЖД. Мы все их размещаем своевременно, стараемся день в день. Прошлые сессии у нас были 3 числа и 5 августа. Они уже выложены, вы можете посмотреть видео. Там также присутствовали представители РЖД и компаний партнеров из Кировского завода и Газпром Транс. Вся актуальная информация, таймлайн, условия подачи заявки, критерии отбора все указаны на сайте. Пожалуйста, заходите, изучайте. Заявки принимаются до 1 сентября. Коллеги будут ждать интересные проекты решения. Спасибо большое, что сегодня присоединились, рассказали. Спасибо, хорошего дня. Спасибо, до свидания. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. voltам. Спасибо,